МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 2021 год для библиотеки имени Владимира Маяковского особенный. В этом году он отмечает свое 75-летие, срок немалый. Сегодня в храм книги приходит уже больше 30 тысяч человек, а сокровищница знаний хранит 535 тысяч изданий. В прошлом выпуске мы с вами узнали немного больше о истории библиотеки. В этом же обратимся к современности. Первая остановка нашей экскурсии – абонемент. Сердце любой библиотеки – отдел обслуживания. Он первым встречает читателей. Особенность абонемента Маяковки – открытый фонд. Здесь читатели могут пройти среди книжных полок и выбрать книгу себе по душе. Кто владеет информацией, владеет миром. Сейчас мы с вами отправимся в мозг нашей библиотеки – информационно-библиографический отдел. Термин «библиография» появился в Древней Греции в V веке до н.э. Его определяют как ключ к знаниям. Этот заветный ключик и хранит информационно-библиографический отдел. А главное – передает его своим читателям с помощью каталогов и картотек. Справочный поисковый аппарат библиотеки включает алфавитные систематические электронные каталоги. За 75 лет работники нашего отдела сумели создать такой массив справочно-поискового аппарата, который и сейчас является основным для наших читателей. Прежде всего, это, конечно, картотека систематическая. Она создавалась на протяжении более полувека. Нашими библиографами. У каждой был свой стиль. За это время здесь было много работников совершенно замечательных, очень образованных женщин, интеллигентных. Но это просто ходячие энциклопедии были. И у каждой был свой стиль работы. И не только, но и почерк. В библиотечных институтах, в Институте культуры, как университет он сейчас называется, нас обучали даже библиотечному почерку. Основная задача отдела – предоставление справочно-библиографических и информационных знаний читателю, в поиске которой ему очень помогает библиограф. Это удивительно эрудированные люди, обладающие особой интуицией, чутьем, позволяющим найти необходимую информацию в кратчайшие сроки. Основа любой библиотеки – фонд. Формирует его отдел, в который мы с вами сейчас и отправимся. Это старейший отдел Маяковки. Любая библиотека начинает комплектоваться задолго до своего официального открытия. Год его основания – 1946. Изначально он базировался в Москве. Маяковка комплектовалась в Центральном коллекторе научных библиотек, а также имела возможность приобретать ценные, редкие экземпляры изданий в букинистических магазинах столицы. Сейчас они составляют основу фонда Музея редкой книги, но к нему мы вернемся позднее. Обрабатывали документы уже в Сарове. Здесь каждый документ получал свой индивидуальный инвентарный номер. Создавалась библиографическая запись для карточных каталогов. Документы распределялись по отделам и становились доступны для читателей. Основной документ учета библиотечного фонда – это наша ценность и гордость нашего отдела – это инвентарные книги. На сегодняшний день инвентарных книг уже более 350, а первая запись вот в этой книге датируется 13 марта 1947 года. Инвентарные книги хранятся в библиотеке вечно, до последнего дня ее работы. И по ним мы можем отследить судьбу каждого документа, который когда-то поступал в фонд нашей библиотеки. Кстати, вот книга, которая записана за номером один в данной инвентарной книге, до сих пор жива у нас в библиотеке. Она находится в музее редкой книги и хранится в коллекции книги, изданные в период Великой Отечественной войны. Это книга 1941 года издания «Отто Бисмарк. Воспоминания». Новое время диктует свои требования, и библиотека Маяковского все эти годы шла рука об руку с техническим прогрессом. В 1993 году в отделе появились первые компьютеры, первые электронные библиотечные программы. Она была разработана сотрудниками в НИЭФ под руководством тогда директора нашей библиотеки Тихоновой Татьяны Калистратиной. Проработала эта программа почти 20 лет. Маяковка первой среди всех городов «Зато» приступила к автоматизации библиотечных процессов. Но помимо электронных, библиотека сегодня ведет и традиционные бумажные каталоги. Неразлучимы в России живопись, музыка, проза и поэзия. Вместе они образуют единый поток, который несет на себе драгоценнейшую ношу национальной культуры. Эти слова Александра Блока считают девизом работы зала искусства. Его еще называют «душой библиотеки». Он объединяет в себе два отдела – отдел литературы по искусству и нотно-музыкальный отдел. Среди городов «Зато» фонд литературы по искусству самый богатый. Он возник в 1992 году. Практически сразу его работники начали сотрудничество с Владимиром Александровичем Назаровым. Великолепный знаток литературы. С его участием были проведены вечера, посвященные Владимиру Маяковскому. В этот период начали работать с заслуженным артистом Российской Федерации Владимиром Борисовичем Соколовым-Белониным. Это был человек совершенно беззаветной щедрости, творческой щедрости. И я думаю, что до сих пор еще вспоминаются вечера, которые проходили с его участием на нашей сцене. Кстати сказать, два вечера, таких две программы литературно-музыкальные, автором которой был он. Это «Синяя Рапсудия» и «Украинская вечерница». Премьера этих вечеров состоялась именно на нашей сцене, на сцене нашего зала. Важное направление работы зала искусства – выставочная деятельность. Инициатива проведения выставок на базе библиотеки принадлежала Анатолию Зеленцову, который работал художником в Маяковке в 1994 году. Это была целая такая серия выставок молодых художников города. Выставлялся Виталий Крикнин, выставлялся Дмитрий Гордеев, по-моему так. Еще ряд художников со своими работами. Это было очень интересное такое вот мероприятие в нашем городе. Это отражалось тоже в прессе городской. Ну и вот с того момента выставки стали традицией. Продолжаются они по сей день, и мы с удовольствием принимаем не только художников, живописцев, но и людей просто творческих, которые способны создавать своими руками произведения искусства, ну и просто декоративно-прекламного искусства. Здесь юным саровчанам также рассказывают об искусстве, художниках, народных промыслах и многом другом, как в онлайн, так и в оффлайн форматах. В нотно-музыкальном отделе собран замечательный фонд. Это книги по музыкальному искусству, всем его видам, жанрам, стилям и направлениям. Это нотные издания, инструментальная, джазовая, детская, фольклорная музыка. Есть даже партитуры опер, оперет, мюзиклов. Здесь можно взять ноты домой. Фонд отдела рассчитан на самого взыскательного читателя и будет интересен как профессионалам-искусствоведам, так и саровчанам, которые занимаются самообразованием и постигают мир прекрасного самостоятельно. Среди нотных изданий у нас есть ноты из личных коллекций музыкантов, преподавателей нашего города, детской музыкальной школы имени Балакирева, Нелли Романовны Асадзе и Татьяны Григорьевны Никулиной. После ухода из жизни этих замечательных людей родственники передали нам часть нотных изданий из личных коллекций этих прекрасных музыкантов. Мы благодарны родственникам и очень гордимся этим. Кроме книг по музыкальному искусству и нотных изданий, в нашем фонде есть также, ставшие уже раритетными, аудио- и видеокассеты, диапозитивы, слайды и грампластинки, которым мы хотим в будущем подарить вторую жизнь. Очень гордимся тем, что в нашем фонде есть около 600 грампластинок на 78 оборотов в минуту с записями русских и зарубежных исполнителей, великих музыкантов. Для того, чтобы подарить им вторую жизнь, продлить жизнь этих грампластинок, мы начали их оцифровку. На протяжении уже многих лет визитной карточкой отдела являются музыкально-литературные вечера, в которых принимают участие педагоги детской музыкальной школы имени Балакирева и детских школ искусств нашего города. Вот мы с вами наконец и добрались до последней остановки в нашем путешествии. Отдел, который мы с вами сейчас посетим, по-своему уникален. Здесь хранятся ценнейшие экспонаты книг Маяковки. Это еще один старейший отдел библиотеки. Основан он был в 1946 году. Редкий фонд сегодня насчитывает порядка трех с половиной тысяч изданий. Дореволюционные издания русских и зарубежных классиков литературы, государственных деятелей, книги первых лиц советской власти, периоды Великой Отечественной войны, миниатюрные издания. Список драгоценных камней и досокровищницы можно продолжать еще долго. Если вернуться к истории образования нашего фонда, то в 1963 году уже было понятно, что для того, чтобы сохранить наше издание для потомков, в том числе необходимо выделить отдельное место для него. И был образован специальный фонд дореволюционных изданий, который получил название «Редкий». И на базе этого фонда в 2013 году уже открылся музей книги, который сейчас как раз функционирует очень активно. Издание этого отдела требует особого хранения. От беспощадно губительного влияния времени экспонаты коллекции защищают специальные футляры из бескислотного картона. Их делают на заказ для каждой книги отдельно. В таком футляре можно увидеть и самый древний экспонат – книгу оперы «Богослова Проспера Аквитанского». Издание датируется 1620 годом. Благодаря соблюдению всех норм хранения, фолианс словно застыл во времени. Мы стараемся познакомить наших читателей со всеми редкими и ценными изданиями. Таких очень много. И, кстати, наша библиотека входит в реестр держателей книжных памятников Российской Федерации. Старейшему изданию почти 400 лет нашего фонда. Также много памятников, настоящих шедевров полиграфического искусства, иллюстрированные знаменитыми художниками, такими как Даре Кордовский, Воснецов и многие другие. Есть прижизненные издания классиков русской литературы, Серебряного века. Есть представлены также и издания зарубежных писателей, прижизненные, например, Джером Клабко, Джером Дюма. Из советских, из представителей русской поэзии, можно назвать Анну Ахматову, Блока, Бунина, Бальмонта, ну, также Горького. И большая коллекция прижизненных изданий у нас собрана. Каждая книга фонда, помимо признаков редких изданий, таких как год, иллюстраторы и так далее, обладает еще и своей судьбой. К примеру, на первых страницах Библии 1790 года предыдущие владельцы оставляли свои пометки. Всего одна страница книги хранит в себе историю целых поколений. В наши дни найти книгу таких внушительных размеров – непростая задача. Она написана на церковно-славянском языке, обтянута кожей. В настоящее время, вот уже полгода, на базе нашей библиотеки функционирует клуб редких книг «Росатома», в числе которых состоят 14 библиотек из различных городов России. Города присутствия госкорпорации «Росатом». Библиотеки предоставляют нам свои материалы, репортажи о самых ценных и редких изданиях своих библиотек. В настоящее время наш клуб насчитывает уже 6 выпусков видеожурналов, которые рассказывают о любимых изданиях сотрудников библиотек, о старейших изданиях библиотек. Это, я повторюсь, из различных городов нашей страны. То есть у всех пользователей интернета есть возможность попутешествовать по городам, узнать о достопримечательностях каждого города, книжных достопримечательностях каждого города, познакомиться с людьми, с горожанами и узнать об особенностях деятельности той или иной библиотеки. Очень интересный проект. С ним можно ознакомиться на сайте нашей библиотеки и на нашей страничке ВК «Клуб предких книг Росатома». Вот мы уже побывали в четырех отделах библиотеки. Читатели Маяковки здесь ждут сектор краеведения, отдел литературы на иностранных языках, сектор делового чтения. Каждый из них также обладает своей уникальной историей, но вместе они образуют единую нерушуемую систему работы библиотеки имени Владимира Маяковского, так полюбившуюся жителям нашего города. Для них это любимое место культурного и развивающего досуга. Библиотека – это не просто книгохранилище. Такое определение звучит даже немного оскорбительно. Это живой организм, и его сердце бьется. В этом мы убедились сами. Что ж, наша телекскурсия подошла к концу. С вами была программа «Пешком по Сарову» и я, ее ведущая, Анна Пилипец. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова